Привет, ребята! Это Наташа. И сегодня у нас будет очень короткое видео. Это видео по запросу. Уриас у меня попросил сделать видео о притяжательных местоимениях в дате на падеже. Видите ли, у него была конкретная просьба? Он хотел, чтобы я дала много примеров с притяжательными местоимениями и именно в дате на падеже. Кстати, если вы тоже чего-то не понимаете, ну или до конца не понимаете, то пишите в комментариях. Я обязательно попробую сделать видео на вашу тему и объяснить как-то по-другому или привести очень много примеров, чтобы вот через пример вам стало бы понятнее. Потому не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы. Ну а сегодня мы поговорим о притяжательных местоимениях. Во-первых, какие это местоимения? Например, вот вам несколько притяжательных местоимений в их начальной форме, то есть в именительном падеже. Моя подруга? Моя. Их ключи? Их. Ваши услуги? Ваши. Его дом? Его. Твое? Твой носок? Твой. Кстати, притяжательные местоимения делятся на две группы. Это личные местоимения и возвратные местоимения. Личные местоимения это те местоимения, которые я вам только что сказала, как мой, твой, ваши, наши, их, его и так далее. А возвратные местоимения это местоимения свой, его формы. Что вам еще нужно знать об этих местоимениях? Так это то, что они изменяются по лицам, числам, родам и также склоняются по падежам. Но есть один хороший пунктик. Местоимение третьего лица, его, ее, их не склоняются. Это значит, что они всегда во всех падежах остаются одинаковыми. Я вам сделаю табличку, где укажу все формы притяжательных местоимений в питательном падеже. Эту табличку вы найдете на моем блоге, так что ссылка будет на здесь или в описании. Пройдите по ссылке и посмотрите эту табличку. Ну а сейчас я приведу вам примеры с притяжательными местоимениями в дательном падеже. Поехали! Его родителям совсем не важно, чем он занимается. Моему сыну уже два года. Мы только что вернулись домой, кстати, потому что я записывала здесь видео и очень Леон, Лёвушка, очень стучит. Он играется вот своими машинками там, Лего и он постоянно вот это все бросает, стучит и там еще что-то мычит. И потому, я когда записываю, это, конечно, очень мешает. И, да, я думаю, вам не очень нравится, когда вы слышите постоянный стук где-то на фоне, еще при том довольно громкий. Так вот, мой план был вывести Леона на улицу, чтобы он побегал, бы там находился, набегался и, может быть, у него бы не осталось больше энергии. Может быть, мы бы вернулись домой и он бы заснул. Но спать он, мне кажется, не собирается. Энергии тоже, окажется, хватает еще не знаю на сколько часов. Так что, да, буду пробовать записывать так. Твоей бабушке подарили крутой компьютер. Нашей собаке уже 10 лет. В их квартире всегда очень чисто. Что мы подарим нашему Сереге в этом году? Я пишу письмо вашему директору. Идем в гости к твоему соседу. Я рад твоему письму. Вашим цветам нужна вода. Вашим мозгам нужна информация. Их маме нужен отпуск. Его брату лень работать. Скажи своим друзьям, что могут заходить. Она пишет письмо своей подруге. А что ты своему мужу подаришь? Ну вот и все, ребята. Как я и обещала, это видео было коротким. Сейчас, как обычно, я повторю все примеры медленно. Оставайтесь со мной, повторяйте сзади. Ну и еще хочу сказать, что я продолжу говорить на эту тему. Я сделаю больше видео о притяжательных местоимениях. Буду приводить вам примеры. Но также я поговорю и о других местоимениях. Потому что вот, например, вчера я узнала, что ребятам тяжело понять, в чем заключается разница между такими местоимениями, как что-то, что-либо и что-нибудь. Так вот, нужно обязательно это обсудить, да? Чтобы все было бы ясно. Хорошо? Ну, на сегодня это все. Так что я с вами прощаюсь за следующие пятницы. Не скучайте. Пока! Его родителям совсем не важно, чем он занимается. Его родителям совсем не важно, чем он занимается. Его родителям совсем не важно, чем он занимается. Моему сыну уже два года. Моему сыну уже два года. Твоей бабушке подарили крутой компьютер. Твоей бабушке подарили крутой компьютер. Твоей бабушке подарили крутой компьютер. Нашей собаке уже десять лет. Нашей собаке уже десять лет. В их квартире всегда очень чисто. В их квартире всегда очень чисто. Что мы подарим нашему Серёге в этом году? Что мы подарим нашему Серёге в этом году? Я пишу письмо вашему директору. Я пишу письмо вашему директору. Идём в гости к твоему соседу. Идём в гости к твоему соседу. Я рад твоему письму. Я рад твоему письму. Я рад твоему письму. Вашим цветам нужна вода. Вашим мозгам нужна информация. Их маме нужен отпуск. Их маме нужен отпуск. Его брату лень работать. Его брату лень работать. Скажи своим друзьям, что могут заходить. Она пишет письмо своей подруге. Она пишет письмо своей подруге. А что ты своему мужу подаришь? А что ты своему мужу подаришь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова